На этот раз мы оказались на севере Молдовы, где в местной библиотеке были установлены два довольно любопытных экспоната. Один из них, кстати, я уже занял. И занял я самый комфортный и подходящий из экспонатов. Трон. Игра престолов никогда не будет больше прежней. В Окнице, а если быть точнее в городской библиотеке, было создано два экспоната. Туннель мудрости и трон конкретного названия, которому нет. Поэтому возьмем на себя смелость и назовем его троном знаний. На их сооружение ушло немало времени, однако результаты превзошли все ожидания. У нас набралось очень много литературы после потопа 2002-2003 года. Это очень большая гора литературы, которые вообще вот просто... Мы настолько сильно переживали вот то время, что вот очень жаль было этих книг, просто сдать их на макулатуру. Хотелось вот это время, вот эти чувства зафиксировать вот в чем-то, вот в каком-то строении таком, чтобы просто хотелось, чтобы эти книги заново вот как бы давали и тепло, и свет людям. И таким образом вот эта конструкция, вот она является как бы визитной карточкой нашей сегодняшнего дня, нашей библиотеки и, можно сказать, даже города. Потому что все, кто приезжает в город, обычно сюда их приводят, показывают и все восхищаются. То есть я очень рада за эти книги, что они опять же восхищают людей, они опять дарят радость, удивление, восхищение. Сама идея занятного экспоната принадлежит не директору Окницкой библиотеки. Первая такая башня появилась в городской библиотеке Праги, одном из крупнейших книгохранилищ Центральной Европы. Там инсталляцию назвали «Идиом». Таким образом они хотят привлечь внимание людей к чтению. В Окнице же читатели разделились на две группы – «за» и «против». В основном, я говорю, люди восхищаются. Они нигде просто. У нас были гости даже с новотеки, вот приезжали гости, Эйван Трейс приезжал, он восхищен был. Вот и многие люди, я говорю, из-за границы приезжают, из Украины, из России. Вот они поражены. Но есть и такие, которые критически относятся. Ну что же вы сделали из этих книг, как же можно было так. Понимаете, но мы не обижаемся на этих людей. Радует то, что они все-таки воспринимают книгу как что-то очень ценное, над которой нельзя ни глумиться, ни это вот. Это нас не обижает, когда вот люди так выражаются. Вот мы же понимаем, что эти книги обречены были на макулатуру. Еще худшая участь, чем вот просто так издеваться над книгами, и тем более они такую красоту приносят. Если человек заглянет внутрь башни, куда бы он ни посмотрел, вверх или вниз, увидит бесконечный столб книг. Дело в том, что в основании и в потолок инсталляции встроены круглые зеркала. Они и создают такой эффект. Смысл подобного фокуса объясняется легко. Книги дают нам бесконечное количество знаний. Нужно лишь делать небольшое усилие, открыв их. Вот эти книги, хотя они изданы до 90-х годов, сейчас, казалось бы, они не модные, они не читаются. То есть не профильная литература для нынешнего поколения людей. Но, знаете, мне кажется, что над этими книгами, возможно, кто-то плакал от счастья. Возможно, кто-то радовался. Возможно, кто-то грустил. Возможно, какую-то информацию черпал. То есть на этих книгах воспитывались очень много поколений акничан. Очень много читателей. Вот даже сейчас невозможно спокойно говорить об этом. Директор библиотеки рассказала, что пока не планирует создание новых экспонатов. Тем не менее, ее радует внимание и ажиотаж, которые вызвали башня и трон. В реализации смелой идей принимал участие не один человек. И каждому майя очень признательно. Она также добавила, что особенно любопытно наблюдать за искренними эмоциями, которые вызывают книжный столб у детей. После того, как они заглянут внутрь его основания, они решают выбежать на улицу и узнать, где же он заканчивается. Не будем скрывать. У нашей съемочной группы возникло схожее желание.